Добрый вечер всем! У нас сегодня второе занятие по Когэлит, то, что по-русски называется «Экклезиаст», книги царя Шламо. Очень сложные, да, наверное, все книги, пророческие писания, они очень сложные, поэтому мы всегда с вами обращаемся за помощью ко Всевышнему, как, в общем-то, это и положено делать, может быть, даже и в более простом материале, который касается Торы. Всегда-всегда нужна помощь свыше. То, что мне хотелось вам сегодня сказать, что, с чего начать, что, в общем-то, как мы можем себе представить, человечество всегда было склонно размышлять и искать смысл жизни. И мы можем представить себе и Рене Декарта, который говорил, что я мыслю, значит, существую. Мы можем сейчас не вдаваться во все подробности его высказания, представить себе, что у людей есть стремление пытаться найти смысл жизни. Мы можем также себе представить, что, скажем, Роден в 1904 году, когда мир явно шел к катастрофе, сделал скульптуру мыслитель, призывая все человечество задуматься, а не применять свои мышцы, не применять свою силу. То есть это направление поиска смысла жизни, мысли, он всегда-всегда был характерен для людей. И сразу можно сказать, почему. Потому что душа человека, она бесконечна, и она пытается найти выход на бесконечность. Однако бес Торы оказывается в таком замкнутом пространстве, в котором она постоянно бьется. Наверное, проявляет очень много всего хорошего, хороших устремлений, благородных устремлений, но не может выйти на тот путь, который может привести человека и человечество к благу. Давайте посмотрим, вспомним в связи с этим высказывание Сент-Экзупери. То, что составляет достоинство мира, может быть спасено лишь при одном условии – помнить про это, то есть что у мира есть нечто, что определяет его достоинство. А достоинства мира составляют милосердие, любовь к знанию и уважение внутреннего человека, человека внутри человека. Адам бы Адам, человека в человеке. Очень красиво, замечательно, но мы понимаем, что это неприменимо. Всякий раз, когда человек забывает о Всевышнем, о том, что не он распоряжается миром, и не ему дано, ни одному ему не отдано исправить мир, потому что исправить мир, как вы представляете самому, это все равно, что его сотворить самому. Человек – творец, безусловно, соучастник творения, но не один вместе с Творцом. Быть человеком – это значит чувствовать, что ты за все в ответе. Опять же, это Сент-Экзупери, можем вспомнить его другое высказывание, что мы в ответе за всех, кого мы приручили. И быть человеком – это чувствовать свою ответственность, чувствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, и не зависит от тебя, гордиться каждой победой, одержанной товарищами, сознавать, что, кладя кирпичи, ты помогаешь строить мир. Вот мой секрет. Он очень прост. Взорка – одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Тут мы опять слышим с вами маленького принца. И опять же, все замечательно и прекрасно. Но это не работает, по крайней мере, не работает в такой долгой перспективе, и не работает для всего человечества. Опять же, потому что нет выхода на Всевышнего, нет молитвы, нет обращения к Нему, нет обращения ко Всевышнему за помощью. А как мы с вами представляем, мир был создан для диалога, для того, чтобы человек вышел на диалог со Всевышним, для того, чтобы он говорил с ним, а не для того, чтобы он пытался все сделать сам, без помощи Творца. Призвание каждого человека в духовной деятельности и постоянном искании правды и смысла жизни. Антон Павлович Чеков. Откуда он это знает из своей души? Душа человека бесконечно стремится, постоянно стремится вырваться из замкнутого пространства, о котором, кстати, говорит и Кагелет, рисует это замкнутое пространство, для того, чтобы показать нам, что в нем невозможно найти ответа на вопросы. А Пулейк, писатель II века, он прямо нам сказал, человеком движут прежде всего побуждения, которые глазами не увидишь. Человека ведет дух. Очень замечательно. Но, опять же, для того, чтобы этот дух вел человека куда следует, для того, чтобы он не просто метался, как сказано о посепотопе, что «да не будет дух мой метаться в человеке постоянно, вечно». Так говорит Всевышний о человеке посепотопе. Для того, чтобы этот дух не метался, нужна Тора, нужна гора Синай, нужно пророчество, нужно откровение, нужен диалог со Всевышним. И очень хорошо брать из общих знаний, из общих культур, никогда нельзя забывать о пророчестве, а фактически забывать о Всевышнем. И здесь еще целый ряд замечательных высказываний, всем известные высказывания Короленко. «Человек создан для счастья, как птица для полета». Прекрасно, можно согласиться. Осталось совсем немножко найти, где же оно, это счастье, где оно спрятано, как к нему прийти, как к нему проложить дорогу. И мы с вами, после такого представления, что проблема выхода из замкнутого пространства, из материальности, из грубой материальности, эта проблема не только, скажем, наша, не только еврейская, она общечеловеческая. После такой посылки мы с вами постараемся, мы с вами постараемся вернуться к царю Шламо. И я напомню к тому, что его речь прозвучала совершенно неожиданно для сыновей Израиля, в такой торжественный день, как Шмини Ацерит, восьмой заключительный день праздников, прилегающий, примыкающий к празднику Суккот. И когда люди рады и собранному урожаю, и тому, что им удалось и приподняться как-то немножко в духовном плане, исполняя многочисленные заповеди начала года и праздника Суккот. И вот царь Шламо напоминает им о том, что если они поставят на первое место, так сказать, материальную часть, то они не придут к тому, что называется счастье, удовлетворение какого-то человека. Все это остается, все это выходит за пределы материи. И вот он рисует нам материальный мир, как бы лишенный духовности, и показывает, что в этом мире нету, невозможно найти смысла. Но мы говорили, что книга хитрая, и как бы первый ее пласт, он скрытие, которым является материя, а второй пласт, он выводит нас на духовный мир. Вот если мы возьмем хотя бы его такое заявление, «гебель-авалим», «аколь-гебель», как по-русски переводит «суета» на «еврите пар». Мы немножко соотносились с этим, добавим, что собственно, чем плохо пар? пар нельзя ухватить рукой, нельзя им завладеть, а ты не хватай. Зачем тебе обязательно все присваивать? Когда ты видишь пар, туман, тебе кажется, что когда тебе говорят о паре, тумане, тебе сразу представляется, что это бессмысленно, и потому что не может принадлежать тебе, не может принадлежать тебе. Но этот самый же пар, как бы, да, это твое дыхание, ты этим дышишь. Интересно, что Адам назвал своего сына Эвель, в общем-то, не говорят о том, почему он дал своему сыну такое имя, пустое, да, как бы, но это в противовес Каину, Каин, который, в имени которого заложено Киньян, обретение, приобретение, Эвель нет, он не собирается, он не собирается ничего приобретать. И еще один момент, да, мы представляем себе, что восприятие Адамом Всевышнего, или, скажем, источника духовности, который поддерживает ему и дает существование, оно постоянно менялось, когда он, сначала это был первозданный свет, то, что связывает его напрямую с творцом, с источником жизни, без какого-либо посредника, опосредованного материального момента, потом ему начало казаться после греха, что Всевышний связан со светом солнечным, и он не находится как бы повсюду, а передвигается вместе с солнцем, передвигается его присутствие, потом есть момент, когда он уже изгнан из сада, он понимает, что и солнечный свет убывает, и здесь его как бы ассоциация божественного присутствия с солнечным светом, она начинает уходить на задний план, что остается, остается воздух, дыхание, воздух, который ему совершенно необходим, воздух, без которого он не может жить, воздух, в котором чувствуется запах ган-эден, сада-эдена, этот воздух, он воспринимает как источник божественного раскрытия, который и проникает повсюду, и как бы входит в него, в него самого, гэвель, так он называет своего сына, как бы почти что имя Всевышнего для него, и мы здесь представляем с вами, насколько восприятие зависит от человека, если если хочу приобрести, усвоить, приобрести, присвоить, считать своим, то гэвель для меня что-то это пустое сразу, а если я направлен на красоту, скажем, на созерцание, на и какой-то поиск, поиск божественного в этом мире, то может быть, гэвель самая тонкая материя, она мне напомнит о духовном мире, и тогда вот этот гэвель пар, он перестанет быть чем-то несущественным, а станет для меня очень существенным, это хитрость, как бы, если так можно сказать, царя Шламо, подумай, задумайся, пар, туман над рекой, а кстати, наши мудрецы говорят в трактате Хагига, да, они говорят нам так, что такое небеса, Шамайм, Шамайм, это состоит слово из двух слов, Шам, Майм, там вода, да, есть какие-то верхние воды, непонятно, воды, не воды, может быть, это свет, да, духовный мир, до которого нельзя дотянуться, как ты только протягиваешь руку, для того, чтобы схватить, это оказывается, Шам, там, это вода, духовный мир оказывается там, где-то там, а ты не хватай, а ты не пытайся присвоить, да, вот, и поэтому это слово Эвель, все, как бы, как на русский суета-сует, совершенно не передает то, что есть на иврите, ну, ладно, эти моменты, как бы, соотношения с ивритом мы не всегда сможем поймать, уловить, хотя, наверное, сегодня же встретимся еще несколько раз с вами, да, и вот, да, и вот эта хитрость, опять же, царя Шламо, да, все пустое, пар, пар, а что такое Эвель для Адама, для Адама, это самая тонкая материя, без которой он не может быть, которой он дышит, и которую он воспринимает, как божественное присутствие, да, так что на все можно посмотреть по-разному, да, мы с вами говорили, что, да, что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться, и ничего нет нового под солнцем, мы с вами отметили, что речь идет о философском понятии солнца, как, скажем, ограничение, или основная движущая сила материального мира, а над солнцем, говорят наши мудрецы, есть нечто новое, интересно, да, что мы могли бы спросить, а зачем нам обязательно нечто новое, а может быть мы можем удовлетвориться тем, что есть, может быть мы можем удовлетвориться цикличностью, повторяемостью, да, всего, что есть на свете, вот, например, Леавдель, конечно, египтяне поклонялись порядку, они считали, что в мире ничего не изменяется, и более всего, человеку следует хранить установленный божествами порядок. Ра, кстати говоря, египетское божество солнца, оно и устанавливало этот, устанавливало этот порядок, и любое нарушение порядка, любое, любая попытка перестановки, изменения в пирамиде общества, она воспринималась, как бунт против божеств, но это, это египтяне, а здесь царь Шламосов обращается к нам, и он знает, что в нашей душе заложено стремление к новому, к новизне, к обновлению, почему? По одной простой причине, это наша душа, она бесконечна, она постоянно ищет выход на, ищет выход на бесконечность, и поэтому осознание того, что в мире нет ничего нового, в мире нет ничего нового, оно очень тяжело для человека, но вот, мудрецы нам подсказывают, приподнимитесь над солнцем, приподнимитесь над материальным миром, как в свое время Всевышний приподнял Авраама над звездами, дал ему увидеть мир как бы сверху, снаружи, да, и Авраам посмотрел на мир сверху, и он вышел из обычных представлений и стал смотреть на мир, если так можно сказать, глазами Всевышнего, а мы происходим от Авраама, да, и поэтому нас, нас этот зафиксированный, вращающийся как шестеренка или шестеренка или как часовой механизм мир, он нас не устраивает, наша душа рвется к новому, новому, в смысле бесконечности, постоянному обновлению, постоянному расширению тех рамок, в которые эта душа, она поставлена как бы в эти рамки. Наши мудрецы говорят, что в мире есть три составляющих улам, пространство, шана, время и нефиш, и душа. Пространство и время понятно, что это ограничения определенные, связанные с материальным миром, основные ограничения материального мира, пространство и время, а душа, душа, она постоянно, это тоже составляющая как бы мира, всех процессов, которые происходят в мире, душа стремится постоянно расширить эти рамки пространства и пространства времени. и это ничего нет нового под солнцем тяжело, но есть еще над солнцем, и мы с вами продолжаем, продолжаем, идем за старым шламом и смотрим, искривленного нельзя выправить, а то, чего недостает, нельзя исчислить. Что же это искривленное? Мы можем представить, что самое как бы искривленное это то, что приводит человека к смерти. Мы представляем, что мы живем в мире после греха первого человека, и в мир пришла смерть после того, как он оторвался от дерева жизни. И исчеронного нельзя выправить, а то, чего недостает, нельзя исчислить. Если человек будет замкнут в материальном мире, то ему всегда чего-то будет недоставать, потому что, опять же, душа стремится к бесконечности, а перебирать как бы перебирать материальный аспекты и стремиться за материальными удовольствиями, это душе не принесет удовлетворения без выхода на бесконечность, ее вращение будет бесконечным, и она недостаток этот не сможет исчислить, восполнить. Понятно, что, опять же, царь Шламов заставляет нас задумываться и показывает нам картину, показывает нам картину мира, в котором как бы нету торы, нету пророчества, искривленного нельзя выправить, человек не вечен, и он никак не может прийти к тому, чтобы стать вечным, но мы помним, что есть вера в будущий мир, есть вера в исправление мира, без этой веры совершенно невозможно, это один из наших, из принципов веры, воскрешение из мертвых, будущий мир, это то, во что, то, во что мы верим, выбросить эту веру, и не останется иудаизма, мир был, мир был испорчен, грехом Адама, Адама, и шесть тысяч лет, которые отведены на историю, являются исправлением, по ступенями исправления этого греха Адама, так что искривленное нельзя исправить человеку самому, человечеству самому, но у Всевышнего есть план, когда после наших стараний, после наших усилий, он приведет мир, исправление приведет мир к девальному состоянию, да, и вот еще слова в первой главе, ибо царь Шламо решает исследовать этот мир, в котором как бы не видно никакого просвета, нужно найти в нем какую-то радость, нужно найти в нем какую-то зацепку для души, но на самом деле, опять же, это все сделано, все говорится только для поучения, так что если вы будете искать в мире самостоятельную ценность, в материальном мире, вы не найдете ее, мир замкнутый, материальный, без духовности, он очень-очень безрадостен и бесперспективен, и царь шламов говорит, да, после своих изысканий, ибо умножая мудрость, умножаешь огорчение, а добавляя знания, увеличиваешь скорбь, на иврите это звучит так, киберов хохма, ров каас, выисив даат, юсив махов, в большой мудрости много гнева, то, то добавляет знания, я бы сказал, осознание, добавляет боль, да, мы понимаем, что когда человек обретает мудрость, он видит те недостатки, которые есть в обществе, и те недостатки, которые есть в принципе в мире, и он видит, он видит поведение людей, и отсюда он приводит, и отсюда он приводит, приходит к гневу, приходит к гневу к тому, что он начинает сердиться на все, сердиться на этот мир, что он несовершенен, его невозможно исправить, ничего невозможно сделать с этим миром, поэтому мудрость умножает сердитость, умножает гнев, а когда он проникает в, скажем, в детали, то, что можно создать осознание, он видит страдания людей, и не может ничем им помочь, и не может ничем себе помочь, и только чем он больше узнает людей, частности, которые есть в этом мире, тем больше у него, так сказать, болит. Это как бы вывод, который заранее держит царь Шламо, и мы опять же понимаем, что это только в том случае, если человек не обращается к Тори, если человек не обращается к пророчеству. Давайте мы здесь на минуту отвлечемся и представим себе, как его отец, царь Давид, как он представляет себе мир, как он представляет себе счастье человека, были ли у Давида такие же вопросы, как у его сына царя Шламо, или даже может быть не вопросы, а скажем, он не пользовался таким педагогическим приемом, как показать замкнутый материальный мир и показать всю его тяжесть. Царь Давид говорил так, он нам говорил таким образом, в первом же псалме царь Давид говорит, счастлив человек, который не хотел по совету нечестивых, и на пути грешников не стоял, и в собрании лекомысленных или насмешников, как правильнее было бы перевести, не сидел, только к Торе Бога в лечении его, и Тора его изучает днем и ночью, на Торе он размышляет днем и ночью, правильнее опять же сказать, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое плод свое дает во время, и чей лист не вянет, и так далее, ибо знает Бог путь праведников, а путь нечестивых сгинет. Мы видим, что царь Давид не как бы не загоняет человека в такой замкнутый мир материальный, чтобы он задумывался, а сразу ему говорит, что размышления о Торе, выход на духовный мир, это то, что дает человеку, то, что дает человеку счастье в этом мире, и то, что приводит его, в общем-то, в будущий мир. При этом понятно, что человек, находясь в этом мире, материальном находится в состоянии постоянной борьбы, борьбы за высокие моральные принципы, за достойное поведение, и уж никак не может допустить никакой насмешки над высокими ценностями, над духовностью. Так что для царя Давида все понятно и ясно. Мы понимаем, что царь Шламо был прекрасным учеником своего отца, но он избрал другой путь поучения, и, как мы с вами говорили, его путь, его поучение, это фактически некоторый такой упрек к его поколению, упрек за то, что люди недостаточно стремятся к духовности, упрек за то, что материальный уровень, если так можно сказать, их жизни, их достатку, он совершенно не соответствует их духовной высоте, а это должно было быть так, духовная высота должна обязательно соответствовать их материальному уровню. Так что когелет это в каком-то смысле упрек, не в коем случае не отбрасывание позиции отца, а просто другой путь. Давид говорит напрямую, а царь Шламо говорит загадками и пользуется педагогическим таким приемом, который называется либо отрицательный пример, либо обучение от противного. И это один момент, который мы с вами здесь подчеркнули. Теперь мы давайте постараемся с вами сделать вот что. Мы обратимся к мудлицам Торы, обратимся с вами к Талмуду, к трактату Шаббат. И здесь говорится, что сказал Раби Шмуэль, Барец Хак, хотели мудрецы скрыть книгу Хагелет из-за того, что нашли в ней такие слова, которые склоняются к минут, можно сказать, ереси, если так можно перевести минуту, ереси, и сказали мудрецы, что пока не пришли они к тому, что сказал Шламо в третьей главе в девятом предложении, он сказал радуйся юноша, радуйся юноша своей юности, и Амаше сказал не ходите за вашим сердцем и не ходите за не ходите за вашим сердцем, туда, куда вас сердце тянет, а вот цитаты перед вами, вы видите радуйся юноша, лучше сказать, молодости своей, и довеселит тебя сердце твое в дни юности твоей, и иди, куда ведут тебя сердце твое и видение очей твоих, но знай, что за все это Бог приведет тебя к суду. Маше сказал не ходите до Татуру, а Шламо говорит, пусть юноша идет туда, куда его ведет сердце, ну как же так, вроде бы противоречит Торе, однако мы видим конец этого высказывания, знай, что за все это Бог приведет тебя к суду. То есть опять же получение Шламо оно завуалировано, да, и конечно, если бы здесь не было ничего нового, то может быть и некоторого нового такого раскрытия Торы, то может быть эти строки и не нужны были бы. Маше уже предупредил, да, не ходите за вашим сердцем и за вашими глазами, за которыми вы следуете развратно, как говорят в русском переводе, да, за сердцем и глазами следовать не следует, нужно следовать за заповедями Всевышнего, да, а царь Шламо здесь внес некоторый аспект, да, и он как бы сказал, у человека есть душа, у него, и это прекрасно, это замечательно, что у него есть желание, да, у него есть желание радоваться, радуйся, юноша, молодости твоей, получай удовольствие. Я не извиняюсь, народ спрашивает, есть ли возможность показать на экране текст? А, как же так, выпал текст? Да, я вроде бы сделал, да, это все время не было видно, но хорошо, сейчас мы это, честно говоря, да, сейчас мы это исправим, да, сейчас мы это исправим, я надеюсь, теперь мы возвращаемся к тому, что нам нужно, да, вот, я нашел выход, секунду, 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 все, да, вот, значит, радость юноша молодости своей, и довеселит тебя сердце твое в дни юности твоей, И сказали наши мудрецы, что это как-то странно, и иди, куда ведут тебя сердце твое и ведение очей твоих. Маше сказал, не ходи за сердцем и глазами, а Штамо говорит, давай за сердцем и глазами, куда они идут. Но при этом он сказал, но знай, что за все это Бог приведет тебя к суду. И здесь он, конечно, он добавил, что-то расширил, можно сказать, по сравнению с Торой, или, скажем, приоткрыл ее. Прекрасно, что у человека есть устремление, и он не должен отказываться от устремлений, от удовольствия. У нас нет задачи посадить человека в монастырь, решить его радости жизни, решить его удовольствие. Оторвать его от этой жизни. Нет такой задачи. Но ты должен знать, что за все ты даешь отчет. Поэтому все должно быть включено в границы и в рамки Торы. Ты не должен притеснять других людей, и ты не должен делать ничего против Всевышнего. Если ты помнишь об этих рамках, то тогда замечательно и прекрасно радоваться, и прекрасно идти за своей душой, помня о тех ограничениях, которые ставит Тора. И наши мудрецы говорят, что в будущем человеку придется дать отчет за все те удовольствия, от которых он отказался. Понятно, что не за все удовольствия, не за все удовольствия без ограничений, а за все то, что он себя ограничивал там, где не надо было ограничивать. Там, где он ставил себе лишние рамки, там, где он ставил себе лишние препятствия по пути к радости, если так можно сказать, в рамках Торы. И это пример того, насколько сложная книга, и что мудрецы боялись того, что она останется непонятой, и хотели даже ее скрыть, видя на поверхности, как бы лежащая, если не углубляться, лежащая на поверхности противоречия с Торой Маше. Пожалуйста, если кто-то хочет что-то спросить, я вот сделаю стоп-шер, да, и, пожалуйста, если есть желание, можно попытаться задать вопрос. Но долго мы останавливаться не будем, если что, мы пойдем тогда дальше. Так, давайте, давайте пойдем дальше. Возвращаюсь к шер, да, вот, и Секунду, открываем с вами новый документ, да, новый документ открываем с вами. Да, и вот здесь мы с вами возьмем такой, опять же, ключевой момент, который нам, надеюсь, приоткроет еще с одной стороны книгу царя Шламо, да. И вот так он говорит нам, царь Шламо, в третьей главе, да, он обращается к нам и, или к своему поколению, да, и так говорит. Вот, все идет в одно место, все произошло из праха, и все, да, или давайте возьмем немножко раньше, девятнадцатое предложение, третий глава, девятнадцатое предложение. Ибо участь сынов человеческих, участь скотины одна и та же, участь, как тем умирать, так умирать и этим, да. Вот, возьмем еще, еще чуть наверх, восемнадцатое. «Сказал я в сердце своем по поводу сынов человеческих, что отличил их Бог от других существ, но увидел, что сами по себе они скоты». Тяжело, очень-очень-очень тяжело, и мы сейчас с вами будем с этим разбираться. Вот, понятно, что у человека есть преимущество перед животным, их множество даже можно не выделять и не обсуждать, да. Но если оторвать их от Всевышнего, оставить их самих по себе без помощи, то это отличие весьма и весьма нивелируется. Ибо еще в конце мы видим с вами, ибо участь сынов человеческих и участь скотины одна и та же. Участь как тем умирать, так умирать и этим. И дыхание одно у всех, и нет превосходства человека над скотом, ибо все суета. Все идет по одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, возносится ввысь дух сынов человеческих, а дух животных не сходит ли вниз в землю. Вот, и увидел я, что нет ничего лучшего, чем радоваться человеку делам своим, ибо это доля его. Ибо кто приведет его взглянуть на то, что будет? После него. Здесь можно не вдаваться во все подробности деталей, которые, конечно, безусловно, имеют большое значение. Мы с вами попытаемся ухватиться за главное. И вот на иврите это звучит так. Третья глава, девятнадцатое приорожение. Ибо, как бы, что происходит с человеком, то происходит со скотиной. Это одно и то же. И как смерть этого, так и смерть этого. И у всех один дух, который выходит, уходит, и ничего не остается. И преимущество человека над скотиной нет. Потому что все пустое. И вот это слово очень тяжело. Можем измущаться, протестовать против того, что сказал царь Шламо. Но у него здесь есть выход из этой посылки, который содержится в слове Айен. Нет, ничто. И мы представляем себе, что этот мир можно представить себе как нечто существующее. А есть какое-то нет. И вот это нет – это большая несуществующая. Это большая хитрость. Большая хитрость. Мы с вами несколько раз сталкивались с этой проблемой. Сейчас посмотрим ее еще раз. Что такое нет? Айен – это целое понятие. Да? Целое понятие. Вот мы посмотрим, как его раскрывает для нас Раф Илель Цайтлин. И вот когда каждую деталь, он, человек, держит в уме и углубляется в нее, то есть схватывает саму ее сущность, да, то не остается перед ним никакой действительности, а лишь чистая абстракция. Есть мыслительная деятельность человека при поиске сущности, она направлена, если так можно сказать, в ничто. Вайн – уходит за пределы всего существующего, выходит в несуществующее. Вещь, которую ощутить и понять, по-настоящему может только душа. То есть человеческий разум. Мы представляем себе, что, скажем, Кант говорит о имманентном и трансцендентном. Трансцендентное для Канта совершенно непостижимо с ним, нету никакого соотношения. Его нельзя ни понять, ни почувствовать. Вот, надо сказать, что, скажем, за Кантом были и философы, которые несколько отошли вот от его положения, которое приводится в критике чистого разума, утрансцендентном как совершенно неощутимом и непознаваемом. Например, Фихте. Но это, скажем, как бы отдельное углубление философии, в которой мы не пойдем по этому пути. А мы пойдем за Рав Гелелем Цайтленом, который мудрец Торы и на основе как бы философских понятий пытается философские понятия свести к понятиям Торы. Это и есть Айен, который в каждой вещи, Божья искра, что в ней, Айен – это духовная сущность постигаемого предмета. Я понимаю, что очень трудно. Попробую сказать своими словами. Мы понимаем, что Всевышний непостижим разумом человека, и напрямую его невозможно ощутить. Поэтому первое восприятие Всевышнего – это нет. То есть туда, где достигает человеческий разум, как бы там еще нету сущности Всевышнего, нет его настоящего желания. Там, где достигает, куда достигает человеческая сущность, куда достигает человеческое воображение, там еще нету как бы настоящей сущности Всевышнего. Там, где есть Айн, как бы, скажем, образно пользуясь понятием, скажем, вакуума недостижимого, там Всевышний, там Он находится, непостижимый, оттуда Он говорит с нами, оттуда Он управляет миром. И вот это понятие Айн, оно несколько раз появляется в пророках. Первое восприятие Всевышнего как нечто совершенно непостижимое, если так можно сказать, лежащее за пределами разума и за пределами ощущений. Но человек не может оторваться от этого Айн, от этого за предельного, куда-то выбросить это, отбросить, не соотноситься с этим. И если мы это с вами немножко понимаем, то мы понимаем код царя Шламу. Умотан, хаадам, мингамагима, айн. Да, все похоже, все похоже на одно и то же, как смерть человека, так и смерть животного. И дух уходит, и кто знает, дух человек поднимается наверх, а дух животного опускается вниз. Все это так, кроме одного отличия человека от животного Айн. Это соотношение, если так можно сказать, с ничто. Или, иными словами, стремление к бесконечности, стремление к непостижимому, и поиск корня своей души, стремление туда, где находится корень души человека. Если кто-то помнит, мы с этим соприкасались, когда мы изучали книгу Иова, да, для сравнения можно привести ее, да, также здесь книги Иова, это не, это понятие айн, нет, да, как бы пустота, как бы вакуум, как бы ничто, как бы непостижимое и неощутимое, да, здесь тоже это понятие, оно несказуалировано, да. И вот в первой главе говорится, и сказал Всевышний Сатану, да, обратил ли ты немножко выше, как всегда, как всегда, немножко выше, а, и сказал Всевышний Сатану, откуда ты пришел? И вот это откуда миаин, да, откуда ты пришел? Миаин, да, откуда ты пришел? Пришел из ничто, из непостижимого, да, то есть здесь и вопрос, и ответ. Сатан, то есть обвинение Иова, оно возникает не на пустом месте, оно возникает на, скажем, его обосновании, так можно сказать, обвинение Иова, оно в том, что Иов живет в замкнутом материальном пространстве. Он даже соотносится со Всевышним, он приносит жертву Всевышнего, но он Всевышнего как бы включил в созданную им систему, относится к нему как к механизму, который управляет этим миром, и которому если приносить жертвы, то все будет в порядке, все сложится хорошо. То есть выхода на аин, на непостижимое, на бесконечное у Иова нету, и поскольку он великий человек, и у него не происходит этого выхода на аин, тут же возникает к нему претензия, да, что он, если так можно сказать, не доработал, не достал, не дотянулся, и возникает вот этот сатан, как бы, в книге его, в этот образ, а мы можем представить себе, что это обвинение, обвинение против него, что он туда не дотянулся, да, в аин, он не пытался установить отношения со Всевышним, бесконечным, непостижимым, да, вот, не пытался с ним установить отношения. И вот, возвращаясь к этому пасуку, да, к этому отрывку еще раз в Кагелет, мы понимаем, я надеюсь, царя Шламо, да, после того, как он нам представил эту грустную картину, что человек мало отличается от животного, и вообще непонятно, отличается ли он от животного. Вот здесь у него шифр, да, преимущество человека над скотом – это аин, да, настоящее преимущество его – это представление о Всевышнем, бесконечном, непостижимом, да, это вера человека в то, что Всевышний – это исключительно добро, это молитва, обращенная ко Всевышнему бесконечному и непостижимому, да, это желание вести с ним диалог, несмотря на то, что он бесконечен и непостижим, а человек живет в конечном мире, да, это преимущество человека над животным, да, вот. И, конечно, трудно представить себе, кто мог сразу же, даже стоя в храме, уловить этот шифр, код царя Шламо, и расшифровать его, и объяснить его людям. Приведем еще один пример, да, из вот такого выхода на бесконечность, на непостижимое, из ограниченного материального мира, и это книга, книга Малахим, да, 19-я глава этой книги. Сейчас попробуем мы ее быстро с вами, быстро с вами открыть. Да, просто У меня тут немножко не получилось, как я запланировал, то есть я не вижу сразу, где тут можно воспользоваться поиском. Вот, вижу, сейчас попробуем, попробуем что-то. Секунду, секунду. Речь идет об Ильяу-Нави, Ильяу-Пророке, который убегает от царя Ахава, и после того, как на горе Кармель по его просьбе ко Всевышнему сошел огонь, было чудо на глазах у всех людей, и вот ничего не изменилось, Ахав остался царем, и его жена Изевель по-прежнему правит в государстве, в Северном царстве. Ильяу-Нави, будучи разочарован, он убегает из Северного царства и доходит до горы Синай, и где он хочет разговаривать со Всевышним, и Всевышний отвечает ему. И вошел там в пещеру, и ночевал в ней, и вот слово Бога было к нему, и сказал он ему, что тебе нужно здесь, Ильяу? Вопрос такой почти риторический, и сказал он. Ильяу отвечает Всевышнему на этот вопрос. Весьма возревновал я о Боге, потому что оставили завет твои сыны, сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, прооков твоих убили мечом, и остался я один. Но и моей души искали они, чтобы отнять ее. То есть царь хотел его убить, и, естественно, царю его воины не отказали в помощи, и были готовы преследовать убителей Ильяу. И сказал Всевышний, говорит ему, и выйди и встань на горе перед Богом. И вот Бог проходит, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Богом, не в ветре Бог. После ветра землетрясение, не в землетрясении Бог. И после землетрясения огонь, не в огне Бог. И после огня голос тонкой тишины. И было, когда услышал это Ильяу, покрыл он лицо свое плащом своим, и вышел, и встал у входа в пещеру. То есть мы видим, что Всевышний дает знак пророку, что ты пытаешься исходить из твоих представлений очень высоких, но все же они еще не преодолели представление материального мира. Вот есть основы материального мира. Это огонь, воздух, земля, вода. И я тебе показываю, что Всевышний не воспринимается настоящей, настоящая мера милости Всевышнего. Она не воспринимается, пока ты не оторвешься от материального мира. Не достигнешь этого состояния Айен, когда нет ничего материального. И вот остается голос тонкой тишины. Остается только голос тонкой тишины. Я бы сказал, хрупкой тишины. Кольд Мамадака. Ну, можем себе в первом приближении представить, что когда все уходит, как бы звук материального мира уходит, и материальный мир отступает на задний план, тогда проявляется голос тишины, той, скажем, первозданной тишины, или даже той тишины, которая была до сотворения, до того, как зазвучал голос Всевышнего, до того, как он прозвучал, Илья воспринимает этот момент до творения, до материального мира. Это Айен, о котором говорит Шламо, Айен, о котором говорится в книге Иова, его воспринимает Ильягу, и здесь он должен понять ту величайшую милость, которая лежит в основе всего мира, потому что мир сотворен милостью. И до мира, до мира, как бы его основа, его основание – это милость. Но выходит это туда, как бы движется это, выходит туда, скажем, да, все эти понятия уходят туда, где нету никаких материальных представлений. Это хитрость царя Шламо. Еще раз, как бы, да, преимущество человека перед скотиной – это ничто. Ничто, да. Вот, ну, сейчас посмотрим, что мы еще можем с вами затронуть здесь. Рабзи, можно вопрос? Да, пожалуйста, я готов остановиться. Я из... Я... Хорошо. Да, давайте, пожалуйста, да. Я приношу извинения перед теми, кто в Фейсбук, для того, чтобы, как бы, сохранить динамику, я отключу Фейсбук, и все вопросы, пожалуйста, если те, кто смотрит Фейсбук, в письменном виде, всего самого доброго. Рабзи, скажите, пожалуйста, ну, тогда разве можно так переводить вот этот 19-й Фейсбук без этого понимания ничто? Это же полностью теряется весь смысл. Если переводить вот так напрямую, хотя бы в скобочках, надо написать об этом. А так смысла никакого нету в этом Фейсбуке, если вот напрямую учить. Разве не так? Кто бы вы хотели, как сформулировать тут что-то у меня в словах, кто, по вашему мнению, должен был написать в скобочках? Переводчик. Переводчик? Да. А кто? Вы думаете, что переводчик, какой переводчик? Севрита на русский. Севрита на русский. Вы думаете, что переводчик просек, как бы пробил все эти моменты? Вы думаете, что перед ним лежит эта картина Каэлета? У него ее нету? Нету. Если бы был такой переводчик, и он написал бы там, скажем, элементарные пояснения, вы бы, наверное, их уже прочитали. Такого переводчика нету. Это то, что я вам пытаюсь объяснить, что мы с вами бьемся и сражаемся за понимание, за понимание, что все, что мы с вами учим, это совершенно нетривиально, это не изучается, по крайней мере, далеко, не всегда изучается в ешивах, и это не принимается во внимание переводчиками. Это работа, работа по пониманию, глубокому пониманию текстов наших, она еще не проделана. Так что... Равзи, ну мифаршин же говорили об этом, и это не является открытием, что понятие Айн, это действительно такое глубинное понятие, которое как бы известно, ее надо только лишь было указать. Мифаршин, пожалуйста, да, то есть вы предлагаете, вы... Мифаршин, пожалуйста, они говорили об этом, но мифаршин – это долгая, трудная и тяжелая работа, которая часто превращается в выбирание зерен, зернышек из огромной кучи. Мы видим, конечно, есть Мифаршин, есть Равь-Лель-Цайтлин, который вводит понятие, подробно разбирает понятие Айн. Вот... Есть... Есть Мальбим, который говорит об этом в книге Иова, и это нужно взять и перенести, а на Кагелет нету Мальбима, значит, нужно взять из Иовы и перенести сюда, в Кагелет. Есть Рамбам в Морэ-Навухим, который объясняет, объясняет Иова, объясняет проблемы Иова, прекрасный его, как бы, комментарий на Иову, это часть Морэ-Навухим, да. Это, пожалуйста, можно идти, можно это все поднимать. Конечно, скажем, это не то, что это, как бы, работа с нуля, но это довольно тяжелая работа, которая, которая, к сожалению, еще не проделана, взять самое главное и показать это современным, показать это современным языком, да, вот, изложить это современным языком. Эта работа еще не проделана. Есть такое совершенно глубочайшее заблуждение, что можно взять, прочитать Раши, да, или, скажем, Радак, или Мальбима, я видел эти переводы на русский, да, это глубочайшее заблуждение просто. Оттуда ничего непонятно. Это, этим занимаются только люди, которые хотят быть в консенсусе, то есть они хотят сказать, мы читали Раши. Ну, хорошо ты читал Раши, замечательно, да, вот, мы читали Радака, да, замечательно, прекрасно, да, вот, но, скажем, переложить, взять и переложить это на современный язык и вскрыть определенные проблемы, которые есть, современные, которые раньше не вскрывались, эта работа просто чисто и откровенно не проделана, да, она не проделана, скажем, и в Танахе, и она не проделана в Талмуде, да, все Агадо, весь философский пласт Талмуда, да, это все не открыто, поэтому у нас создается такое впечатление, да, что, вот, есть люди, носители традиции, они годами, десятками лет сидят в Вишиве, они все поняли, честь и хвала им, они очень много поняли, они очень много, как бы, да, очень много усвоили, но есть духовный и философский пласт, который остался не, не раскрытым, да, и, вот, поэтому в скобочках писать некому, это, это ваша работа дальше, да, стартовать, думать, размышлять, вот, и, как бы, писать в скобочках. Равзиев, просто Кейли, это настолько базовая работа, вот, я очень надеюсь, что вы сделаете этот перевод, будем надеяться, будем надеяться, конечно. Ну, что, я, честно говоря, вы более оптимистично смотрите на вещи, чем я, да, вот, я не берусь, как бы, сделать всю работу, как мы, скажем, да, и все исчерпать, и все объять, вот, и, как говорят, я уже просто не вижу пределок своих возможностей, письменного комментария, это чисто и откровенно, да, вот, то, то, что нужно было бы сделать, нужно было бы создать, создать школу, создать институт, где бы люди действительно по-настоящему работали, только не занимаясь наукообразием, там, скажем, да, вот так-то и так-то, там, а в средние века это было так-то, а по-настоящему постарались бы вскрыть смысл наших текстов, тогда этого, может быть, можно было бы как-то возможно, я один, не в состоянии сделать. Розе, позвольте вопрос, можно, да? Да. Шлома, он рожден, так сказать, тремя, да, и отцом, и матерью, и Всевышним, который сложил в него душу. сын Шлома в какой-то мере повторил его, или он остался в тени? Вы имеете в виду Рохавама? Тоска вот эта, тоска вот в кровелете, в том числе и сходить, что у него нет преемника достойного. Откуда эта тоска по сыну? И откуда эта тоска по сыну? Рохавам, сын Шлома, был большим праведником, человеком, который был поставлен очень в трудную ситуацию и не справился с ней. Однако, он и, у него хватило и мужества, и подчиниться пророку, и удержать Иуду в тяжелейших условиях, сохранить ее. Так что, по всей видимости, по всей видимости, царь Шлома хотел гораздо, гораздо большего от своего сына. Он сам допустил целый ряд ошибок, и его сыну было очень трудно после него, после него сразу царство раскололось на дворах, Абам еще, в общем-то, не успел сделать никаких шагов. И ему было очень трудно. И вы правильно говорите, что у Шлома чувствуется, здесь, в Кагелете, есть очень много личного. Так же, как говорят, что писания отличаются от пророков тем, от пророческих текстов тем, что в писаниях гораздо более четче и полнее вырисовывается личность того, кто это писал, и все видится через его личные проблемы. Поэтому ваше замечание, оно совершенно правильное. И, скажем, тут трудно упрекать упрекать Рахавама, но, скажем, Шлома видел, что, можно сказать, что удержать то царство, которое он создал, будет очень-очень трудно, и не видел того приемника, который может быть, может это сделать. – Так, я дополню, это все-таки божественный замысел этой всей истории или человеческий? – В каком плане? – После, что мудрейший в жизни, в нашей и вообще в человеческой жизни человек так заканчивает свою жизнь таким пессимизмом и реально царство распадается. Так это все-таки божественный может быть замысел, а не чисто человеческий. – И скажем, тут я бы сказал, что здесь есть общее правило. Ответственность всегда лежит на нас. Золотого тельца сделали мы, царство Шломо раскололи мы и тем самым предрекли в общем-то разрушение храма и изгнание. Потому что можно идти дальше еще как бы по истории. Скажем, говорят, что поворотным моментом было тогда, когда не приняли пророка Шмуэля, оттолкнули его. То есть нету как бы общий принцип, который действует, что человеку, когда он хочет очиститься, ему помогают. Когда он хочет как бы загрязниться, ему открывают дверь, его не толкают, но ему открывают дверь. Поэтому невозможно совершенно говорить о каком-то божественном замысле. Мы говорим только о себе и о своей ответственности. Никогда Всевышний специально ничего не привносит в мир случайно. То, что вы отметили, это, конечно, не добавляет оптимизма, что вот столь высокий возвышенный человек, он вот так вот с таким напутствием заканчивает свое царство, заканчивает свою жизнь, можно сказать, оставляя нам такое наставление. Но, во-первых, там есть, как мы видим, и скрытый оптимизм. Во-вторых, если что-то не так, в этом виноваты мы все, виноват народ, который не понял царя Шламо, который не стремился построить храм, который не понял, что такое высокая духовность, и не понял своих задач. Высказывание, которое одного великого человека, нашего современника, оно мне очень как бы по душе, что если народ не понимает себя, если народ не понимает своих задач, то придут другие и воспользуются плодами его трудов. Вот, это то, что касается нас. Мы ничего не поняли, ничего не поняли в период правления царя Шламо. Что-то есть еще? Есть еще что-то спросить? окей, ладно, тогда мы, я попрошу Натана как бы подвести черту, если есть какие-то объявления, пожалуйста, вот, мы со своей точки зрения как бы закончили. Окей, объявления, ну, я не знаю, наверное, многие из вас знают, у нас начался большой, очень интересный курс Натана Котлера по уроду от Шуварова Кука, есть специальный сайт теперь по Раву Куку, где есть материалы, есть записи лекций, все приглашают участвовать, в нем детали, либо в телеграмме в соответствующих чатах, либо все на сайте телемод.корг в русском отделении. Все, всем счастливо и до свидания. Всего самого доброго.